Александр Сергеевич Пушкин, Руслан и Людмила. Песнь первая. Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой. В толпе могучих сыновей, с друзьями, в гритнице высокой, Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана, и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом, ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, шипела пена по краям, их важно чашники носили и низко кланились гостям. Слились речи в шум невнятный, жужжит гостей веселый круг. Но вдруг раздался глаз приятный, и звонких гуслий беглый звук. Все смолкли, слушают баяна. И славят сладостный певец, Людмилу прелесть, и Руслана, и лелям свитый им венец. Но страстью пылкой утомленный Не ест, не пьет Руслан влюбленный. На друга милого глядит, вздыхает, сердится, горит, И, щипля ус от нетерпения, считает каждое мгновение. В унынье, с пасмурным челом, За шубным свадебным столом Сидят три витязя-младые. Безмолвны, за ковшом пустым, Забыты кубки круговые, И брашно неприятно им. Не слышат вещего баяна, Потупили смущенный взгляд, То три соперника Руслана В душе несчастные таят, Любви и ненависти яд. Один Рогдай, воитель смелый, Мечом раздвинувший пределы Богатых киевских полей. Другой Фарлав, крикун надменный, В пирах никем не побежденный, Но воин скромный средь мечей. Последний, полный страстной думы, Молодой хазарский хан Ратмир. Все трое бледны и угрюмые, И пир веселый им не в пир. Вот кончен он, встают рядами, Смешались шумными толпами, И все глядят на молодых. Невеста очи опустила, Как будто сердцем приуныло, И светил радостный жених. Но тень объемлет всю природу, Уж близко к полночи глухой. Бояре, задремав от меду, С поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье, Ласкает он воображение Стыдливой девы красоту, Но с тайным грустным умилением, Великий князь благословеньем Дарует юную чету. И вот невесту молодую Ведут на брачную постель, Огни погасли, И ночную лампаду зажигает лель. Свершились милые надежды, Любви готовятся дары, Падут ревнивые одежды На цареградские ковры. Вы слышите ли влюбленный шепот? И поцелуев, сладкий звук, И прерывающийся ропот Последней робости. Супруг восторга чувствует заранее, И вот они настали. Вдруг гром грянул, Свет блеснул в тумане, Лампада гаснет, дым бежит, Кругом все смерклось, Все дрожит, И замерла душа в Руслане. Все смолкло, в грозной тишине Раздался дважды голос странный, И кто-то в дымной глубине Взвелся чернее мглы туманной. И снова терем пуст и тих, Встает испуганный жених, С лица катится пот остылый, Трепеща, хладной рукой, Он вопрошает мрак немой. О горе, нет подруги милой! Хватает воздух он пустой, Людмилы нет во тьме густой, Похищена безвестной силой. Ах, если мученик любви Страдает страстью безнадежно, Хоть грустно жить, друзья мои, Однако жить еще возможно. Но после долгих-долгих лет Обнять влюбленную подругу, Желаний, слез, тоски предмет, И вдруг минутную супругу Навеку тратить, О, друзья, конечно, лучше б умер я. Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал великий князь? Сраженный вдруг молвой ужасной, На зятя гневом распалясь, Его и двор он созывает. Где, где Людмила? Вопрошает с ужасным пламенным челом. Руслан не слышит. Дети, други, я помню прежние заслуги, О, сжальтесь вы над стариком, Скажите, кто из вас согласен Скакать за дочерью моей? Чей подвиг будет не напрасен, Тому терзайся, плачь злодей, Не мог сберечь жены своей, Тому я дам ее в супруге, С полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети? Други. Я, молвил горестный жених, Я, я, воскликнули с рогдаем, Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, Мы рады весь изъездить мир. Отец наш, не продлим разлуки, Не бойся, едем за княжной. И с благодарностью немой В слезах к ним простирает руки Старик, измученный тоской. Все четверо выходят вместе. Руслан уныньем, как убит, Мысля потерянной невести Его терзает и мертвит. Садятся на кони ретивых, Вдоль берегов Днебра счастливых Летят в клубящихся пыли, Уже скрываются вдали, Уж всадников не видно более. Но долго все еще глядит, Великий князь в пустое поле, И думай, им во след летит. Руслан томился молчаливо, И смысл, и память потеряв. Через плечо глядя спесиво И важно подбачать фарлав, Надувшись, ехал за Русланом. Он говорит, На силу я на волю вырвался, друзья, Ну скоро встречусь с великаном, Уж что-то крови будет течь, Уж что-то жертв любви ревнивой. Повеселись, мой верный меч, Повеселись, мой конь ретивый. Хазарский хан, в уме своем, Уже людьмилу обнимая, Едва не пляшет над седлом. В нем кровь играет молодая, Огня надежды полон взор, То скачет он во весь опор, То дразнит бегуна лихого, Кружит, подъемлет на дыбы, И лидерско мчит на холмы снова. Рогдай угрюм, молчит, ни слова. Страшась неведомой судьбы, И мучаясь ревностью напрасной, Всех больше беспокоен он. И часто взор его ужасный На князя мрачно устремлен. Соперники одной дорогой Все вместе едут целый день. Днепра стал темен, Брег от логий. С востока льется ночи, тень, Туманы над Днепром глубоким, Пора коням их отдохнуть. Вот под горой путем широким Широкий пересекся путь. Разъедемся пора, сказали, Безвестные веримся судьбе, И каждый конь, не чуя стали, По воле путь избрал себе. Что делает Руслан несчастный, Один в пустынной тишине? Людмилу свадьба день ужасный, Все мнится видел ты во сне. На брови медный шлем надвинув, Из мощных рук узду покинув, Ты шагом едешь меж полей, И медленно в душе твоей Надежда гибнет, гаснет вера. Но вдруг пред витязем пещера, В пещере свет. Он прямо к ней идет под дремлющие своды Ровесники самой природы. Вошел с уныньем, что же зрит? В пещере старец, ясный вид, Спокойный взор, брода седая, Лампада перед ним горит, За древней книгой он сидит, Ее внимательно читая. Добро пожаловать, мой сын, Сказал с улыбкой он Руслану, Уж двадцать лет я здесь один, Во мраке старой жизни вяну, Но, наконец, дождался дня, Давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою, Садись и выслушай меня. Руслан, лишался ты Людмилы, Твой твердый дух теряет силы, Но зла промчится быстрый миг, На время рок тебя постиг. С надеждой, верою веселой, Иди на все, не унывай, Вперед мечом и грудью смелый Свой путь на полночь пробивай. Узнай, Руслан, Твой оскорбитель, Волшебник страшный черномор, Красавец давний похититель, Полночных обладатель гор, Еще ничей в его обитель Не проникал до ныне взор, Но ты, злых козней, Истребитель, в нее ты вступишь, И злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен боли, Судьба твоих грядущих дней, Мой сын, в твоей отныне воле. Наш Витязь старцу пал к ногам, И в радости лапзает руку, Светлеет мир его очам, И сердце позабыло муку, Вновь ожил он, И вдруг опять на вспыхнувшем лице Кручина. Ясна тоски твоей причина, Но грусть нетрудно разогнать, Сказал старик, Тебе ужасна любовь седого колдуна, Спокойся, знай, она напрасна, И юной деве не страшна. Он звезды сводит с небосклона, Он свистнет, задрожит луна, Но против времени закона Его наука не сильна. Ревнивый, трепетный хранитель Замков безжалостных дверей, Он только немощный мучитель Прелестной пленницы своей. Вокруг нее он молча бродит, Клянет жестокий жребий свой, Но, добрый Витязь, день проходит, А нужен для тебя покой. Руслан на мягкий мох ложится, Пред умирающим огнем, Он ищет позабыться сном, Вздыхает, медленно вертится, Напрасно, Витязь, наконец, Не спится что-то, мой отец, Что делать? Болен я душою. И сон не сон, Как тошно жить. Позволь мне сердце освежить Твоей беседою святою, Откройся, кто ты, благодатный, Судьбы наперстник непонятный, В пустыню кто тебя занес? Вздохнув с улыбкой печальный, Старик в ответ. Любезный сын, Уж я забыл отчизны дальний, Угрюмый край. Природный финн в долинах, Нам одним известных, Гоняя стадо селокрестных, В беспечной юности я знал Одни дремучие дубравы, Ручьи, пещеры наших скал, До дикой бедности забавы. Но жить в отрадной тишине Дано недолго было мне. Тогда близ нашего селения, Как милый цвет уединения, Жила Наина. Меж подруг она гремела красотою. Однажды утренней порою Свои стада на темный луг Я гнал, волынку надувая. Передо мной шумел поток. Одна красавица-младая На берегу плела венок. Меня влекла моя судьбина. Ах, Витясь, то была Наина. Я к ней и пламень роковой За дерзкий взор мне был наградой. И я любовь узнал душой С ее небесной отрадой, С ее мучительной тоской. Умчалась года половина. Я с трепетом открылся ей, Сказал, люблю тебя, Наина. Но робкой горести моей Наина С гордостью внимала, Лишь прелести свои любя И равнодушно отвечала пастух. Я не люблю тебя. И все мне дико, мрачно стало. Родная куща, тень дубров, Веселые игры пастухов Ничто тоски не утешало. В унынье сердце сохло, вяло. И, наконец, задумал я Оставить финские поля. Море неверные пучины С дружиной братской переплыть И бранной славой заслужить Внимание гордое Наины. Я вызвал смелых рыбаков Искать опасностей и злата. Впервые тихий край отцов Услышал бранный звук булата И шум немирных челноков. Я вдаль уплыл, надежды полной, С толпой бесстрашных земляков. Мы десять лет снега и волны Багрили кровью врагов. Малова неслась, цари чужбины Страшились дерзости моей. Их горделивые дружины Бежали с северных мечей. Мы весело, мы грозно бились, Делили дани и дары И с побежденными садились За дружелюбные пиры. Но сердце, полное Наиной, Под шумом битвы и пиров Томилось тайною кручиной, Искало финских берегов. Пора домой, сказал я, Други, повесим праздные кольчуги Под сенью хижины родной. Сказал, и весла зашумели, И страх оставя за собой Залив отчизны дорогой, Мы с гордой радостью влетели. Сбылись давнишние мечты, Сбылись опылки и желания, Минута сладкого свидания, И для меня блеснула ты. К ногам красавицы надменной Принес я меч окровавленный, Кораллы, злата и жемчуг. Пред нею страсти упоенной, Безволным роем окруженной Ее завистливых подруг, Стоял я пленником послушным, Но дело скрылось от меня. Промолвя с видом равнодушным, Герой, я не люблю тебя. К чему рассказывать мой сын, Чего пересказать нет силы? Ах, и теперь один, один, Душой уснув в дверях могилы, Я помню горесть, и порой, Как о минувшем мысль родиться, По бороде моей седой Слеза тяжелая катится. Ну слушай, в родине моей, Между пустынных рыбарей, Наука дивная таится. Под кровом вечной тишины, Среди лесов в глуши далекой Живут седые колдуны. К предметам мудрости высокой Все мысли их устремлены. Все слышат голос их ужасный, Что было и что будет вновь, И грозной волей их подвластны, И гроб, и самая любовь. И я, любви искатель жадный, Решился в грусти безотрадной Наину чарами привлечь, И в гордом сердце девы хладной Любовь волшебствами зажечь. Спешил в объятия свободы, В уединенный мрак лесов, И там, в учении колдунов, Провел невидимые годы. Настал давно желанный миг, И тайну страшную природы Я светлой мыслью постиг. Узнал я силу заклинаньем, Венец любви, венец желаньем. Теперь, Наина, ты моя, Победа наша, думал я. Но в самом деле победитель Был рок, упорный мой гонитель. В мечтах надежды молодой, В восторге пылкого желанья Творю поспешно заглинанье. Зову духов, и в тьме лесной Стрела промчалась громовая, Волшебный вихрь поднял вой, Земля вздрогнула под ногой, И вдруг сидит передо мной Старушка дряхлая, седая. Глазами в палами сверкая, С горбом, с трясучей головой, Печальной ветхости картина. Ах, Витясь, то была Наина. Я ужаснулся и молчал. Глазами страшный призрак мерил, В сомнение все еще не верил, И вдруг заплакал, закричал. Возможно ли? Ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса тебя Так страшно изменили? Скажи, давно ли, оставя свет, Расстался я с душой и с милой? Давно ли? Ровно сорок лет. Был девы роковой ответ. Сегодня семьдесят мне было. Что делать? Мне пищит она. Толпою годы пролетели. Прошла моя, твоя весна. Мы оба постареть успели. Но, друг, послушай, не беда Неверной младости утрата. Конечно, я теперь седа, Немножко, может быть, горбата, Не то, что в старину была, Не так жива, не так мила, Зато, прибавила болтунья, Открою тайну, я колдунья. И было в самом деле так. Немой, недвижный перед нею, Я совершенный был дурак Со всей премудростью своею. Но вот ужасно. Колдовство вполне свершилось по несчастью. Мое седое божество Ко мне пылало новой страстью. Скривив улыбкой страшный рот, Могильным голосом урод Бормочет мне любви признание. Вообрази мое страдание. Я трепетал, потупив взор, А насквозь кашель продолжала Тяжелый страстный разговор. Так сердце я теперь узнала, Я вижу верный друг, Оно для нежной страсти рождено. Проснулись чувства, я сгораю, Томлюсь желанием любви. Приди в объятия мои, О, милый, милый, умираю. И между тем она, Руслан, Мигала томными глазами, Держалась стощими руками. И между тем я обмирал, От ужаса зажмуря очи. И вдруг терпеть не стала мочи. Я с криком вырвался, бежал, А на вас след. О, недостойный! Ты возмутил мой век, Спокойный, невинный девы ясны дни. Добился ты любви наины, И презираешь? Вот мужчины, Изменой дышат все они. Увы, сама себя вини. Он обольстил меня, несчастный. Я отдалась любови страстной, Изменник, изверг. О, позор! Но трепещи, девичий вор. Так мы расстались. С этих пор живу в моем уединении, С разочарованной душой, И в мире старца утешения, Природа, мудрость и покой. Уже зовет меня могила, Но чувства прежние свои Еще старушка не забыла, И пламя поздной любви С досады в злобу превратила. Душою черной зло любя, Колдунья старая, конечно, Возненавидит и тебя, Но горе на земле не вечно. Наш Витязь с жадностью Внимал рассказы старца, Ясны очи, Дремотой легкой не смыкал, И тихого полета ночи В глубокой думе не слыхал. Но день блистает лучезарный, Со вздохом Витязь благодарный, Объемлет старца колдуна. Душа надежды полна, Выходит вон, Ногами стиснул Руслан заржавшего коня. В седле оправился, Присвистнул, Отец мой, не оставь меня, И скачет по пустому лугу. Седой мудрец молодому другу Кричит во след. Счастливый путь! Прости, люби свою супругу, Советов старца не забудь.